с такой нежной красоты начали нежной красотой продолжаем наш одинокий вечер продолжается дети еще не пришли домой если предыдущие смотрели мы там детей провожали вместе ланч делали или обедали или ужины уже не важно и ждали 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 дети обычно после школы их нормальные дети очень сильно хотят есть пасту или что-то из макаронных изделий возьму спагетти сделаю соус закончился маринар почти закончил совсем немножко осталось последняя банка томата томат то есть уже готовые там знаете листья базилика тоже есть наши листья не любят хотя перемешиваю миксером и ничего не видно томат нашла совсем немножко есть холодильник в очень хорошем состоянии почти опустошается это наши фрикадельки которые дети приготовили вчера манки был мясо лишнее было фрикадельки сделали все больше ничего у нас нету холодильники это совершенно неважно это есть это замешаю вместе сварю немножко немножко чеснока добавлю соус получится паста мечта мечта домохозяек ну легко готовится воду кипятите солью и бросаете туда что-нибудь вкусное для детей приготовлю мясо в соус положу и получится спагетти с соусом маринара то есть маринара почти немножко маринара переходим к делу наверное сразу положу сюда это тоже сюда вот эти огромные кусочки томата это если я не разберу не взлетит жалоба придет от комитета детей если хотите сюда потом немножко соус парни соус бульон от макаронов залью немножко так сделаю чтобы все использовать до последней капли это очень хороший инструмент и продолжение это делать осторожно обычно в банке делаю почему не сделала потому что хотела с прегу немножко замешать сейчас чеснок принесу немножко лука принесу все из блендера и есть это время он готовит за одного бэка и его такая играет когда их раскрыться спагетти и видос они любят это классика классика Адран? Лаборатория Моан Руки Показываем спагетти Чисутон Аран спагетти Говорят, я только петербург хочу Я буду пить спагетти И я буду пить Очень много будет их кушать Потом уже спагетти Его не убедили Давайте я люблю, когда в них никакого вкуса нет То есть, имею в виду, наверное Панк Сарна Бэк Масло Оливковое Масло Масло Оливковое Пока сварится Соус тоже приготовится Люблю готовить макароны Так трудно Вообще Трудные Комплексные Блюда Люблю готовить Честно, если скажу Я так и готовлю Я не готовлю Ничего такого Время занимающего Бессмысленного Есть блюда Есть блюда Над которыми нужно очень долго мучиться Скажем Торты Это не блюда Это виточка Тоже блюда В виде виточки Теперь можно все Соединить Размешать Идите туда Это тоже можно смешать Соль добавила Сейчас черный перчик Тоже добавлю Оливковое Добавлю Соль добавила Сейчас черный перчик Оливковое Соли Соли Голодные Потому что они иногда Выходят И себе что-то Американское Ужасное Покупают А тут съеха пасты Тоже можно Естественно Черный перчик Сейчас заканчиваем Фрикадельки Из говядины И индейки Замешиваю Естественно Вкусно Получается Нежные Получаются Очень Это пока Прокипит Паста Парится Здесь кто-то Наверное Вкусные запахи Почувствовал Вкусные На готовность Алденте Проверю И все Вот такой Крыгучий Обычно Бывает Лучше Немножко Прикрыть Пусть себе Кипит Сколько хочет Мы его не боимся Поэтому Как договорились Ценой жизни Хочу Спасти два куска Томата Видите Какая вы экономная Экина Это Приходит От Воспитания Меня очень экономно Воспитывание Ну действительно И бабушка И мама Так именно делали Моя мама До сих пор Смотрит видео И скажет Ты наверное Целую фрикадельку Оставила Скажем Фрикадельки делала Или что-то И нехорошо Может быть Почистила Но может Скажем Ты наверное Целую фрикадельку Выпросила Я вымывал Поэтому Боюсь Она У меня Не простила Не шучу Это Не шучу Это Не шучу И очень вкусная Лапша На Эггнудл Называется Яйцо На яйцах Или с яйцами Эггнудл Ну Знаете Жарю Чесноком С мацоном Дети любят Сказала Шесть пачек Сцеженный Мацон Который Обычно Идет С другом Лавашем Фетто Сыр Хотела Такая цена Доступная Болгарская Фетто Сыр Фетто Хотела Для чего-то Вкусная Помню Когда только-только Вышел этот сыр Я так помню В Армении Болгарская Фетто Такая Кислость Имел Ну Сыр Имела Кислость Сыр Мужского рода Фетто Женского рода Очень Трудно И Такой Нежный Можно было Намазать Такой Я так помню Очень вкусный По-моему Это Другого Вкуса Он Что-то Хочет Живот болит Наверное Паста Перца Правильно Взяли Кажется Они острые взяли Ха Хат Да Острые Обычно беру Медиум Чтобы не острый был Чтобы никто не сгорел Не посмотрели И взяли Что еще купили 23 доллара 68 копеек Уже не важно Ха-ха-ха Очень дорого купили Наверное Колбаса Какая-нибудь Арнак А Золотая колбаса Друзья Товарищи Арнак спрашивал Мам какую Салями мы обычно брали Немецкую Или какую Говорю немецкую Мы другую не взяли Чтобы не помнить А нам давай Попробуем Золотую Видите так нарезали Тонко-тонко Я вас сейчас вижу Через колбасу Вы меня видите Видим Видим Самое главное Вкус меня Поменялся Раньше Очень вкусная Была эта немецкая Салями Сейчас Немецкая Герман Герман Салями Попробуй Совсем невкусная Какая-то Чурствая Не знаю Сказала Купить Это Это Тоже купили Грудку Индейку Пусть на столе Так останется По-домашнему По-домашнему Кладиннику Беру В соусе Уже придет Нормальную Консистенцию Затем Нам Свитер Знакомьтесь Фрикадельки Очень приятно С С Погнали Познакомиться Я люблю Сочный Это Тоже Выключу Потому что Думаю Паста После того Как выключаете Она продолжает Вариться Поэтому Если Вы думаете Что Немножко переварили Под холодную Воду Сразу Уже не готов Пока Дети все Соберутся Это До конца Сварится Но просит Оливковое масло Чувствую Вы Тоже Чувствуете Сочная Но не жирная Паста Должна быть Сочной И жирной Прочитайте В книге Какой Должна быть Настоящая Паста Автор Автор Не помню Ищите Книгу Автор Не помню Показала Или нет Чеснок Добавила Туда Хорошую Чайную ложку Пасты Чеснока Обязательно Еще Еще Немножко Парматиана И Можем Пропал наш Парматиан Прятался Проказник И Вкуснее Ужина Я не могла И Придумать А Вкус Наших детей Это вкусный Оф Парештать Кто-то чихнул Оф Парештать А Рох Читая Почему-то оттуда услышала У нас не позволено чихать Я должна знать кто чихает в моем доме Это материнская обязанность Так Будете еще что-то купили Что купили Это наверное Там тоже есть Огурцы попросила Наверное сейчас Почищу пусть В роли В роли В роли овощей У нас будут огурцы Это купила чтобы Что за Папусть то Посмотрите На голову упала На голову упала Посмотрите Такая Сула Вон здесь С Острый С острой головой Остроголовая капуста Это сюда Как это льва цвейки Катраста Зелень Петрушка Потому что кинза у меня растет Как это льва цвейки Да Да Но из трех Окей Он в туалете был Поехали А то бы не помыл Потому что 'RE крат Продают, чтобы люди на ходу, если захотят. Мам, после спагетти и миглесс. После спагетти и миглесс я съем грудку. Обычно дети покупают одно и то же. Я беру разных форм. Более тонкие, более не тонкие. Ну и сердце для сердцеедов. Это наши пачки. Они могут эту огромную пачку за день с половиной съесть. Учительница сказала, что мы очень хорошо справляемся. Учительница. Да, да. Сейчас мы ждем остальных. Спагетти и миглесс? Три. Три. Кому-то четыре, кому-то три. Сколько просят, столько едят. Три. 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 Такая refuge. Три. Меглексика. Да, так多. Учительница. Да, так. Накаду Heroes селена. Папа, кольец. Вот это как правильный, ручиан. Да, вот так. Акцент получается. Он не качается. Только. Учительница. Учительница. На, кольца, кольца. Учительница. Учительница. Сохраняю для похудения. На самом деле, мы уже ели. Очень хорошо наелась. Но у этого кашалота аппетит всегда на месте. А я не могу. Извиняюсь, я хлеб с соусами, свой суп куриный делаю. Я счастлива. Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня и вчера. Странно, потому что, по-моему, это странно. Две покупатели закваски написали, что их закваска была доставлена с открытой пачкой. Все из пачки вывелось. Белый конверт порван. Половина закваски там, половина не знают где. Помню, когда только что начинали отправлять, дети, естественно, в почту поехали. И там их, не почтальон, кто отправляет, спросили. А что в конверте? Ну, очень много конвертов. Первые дни у нас заказы, как из воздуха лились, как дождь. Так, сын говорит, сказал там порошок. Говорит, так странно посмотрел на меня этот человек. Потом добавил 20 граммов порошка. Говорит, он еще странным взглядом, так удивленным смотрел. Потом подумал, мам, наверное, он что-то другое думает. 20 граммов порошка. Потом, говорит, сказал там закваска. Сушеная, сухая или... И человек успокоился. Сейчас Лилит говорит, Лиль, наверное, кто-то думает, действительно, наверное, шатают или махают. Там звук странный. Думают, интересно, что там за порошок. И открывают, потому что невозможно, чтобы кто-то получил открытую закваску. Там мы упаковываем такой конверт белый, из пергамента, такой прочный. Потом tissue paper, красной бумажкой, с тикером, спасибо. И потом уже крепкий, прочный, мощный конверт, который даже если под дождем оставить, если даже конверт может, не знаю, немножко промокаться, пергамент. Там еще невозможно, чтобы получили конверт. Там белый конверт открыт. И, в общем, что-то странное, но за два дня, ну, два человека вчера один очень с таким строгим тоном написал, вы могли бы получше упаковать, а лучше невозможно ведь. Anyway, такое тоже бывает, но странно. Это хотелось сказать. Странные вещи происходят. Сейчас думаю, если хлеб будем отсылать, кто-то получит. Кусок был откусан от хлеба. Может быть, уже не удивлюсь. Кто-то, наверное, понюхал там хлебом, пахло очень голодно, был открыт и съел кусочек. Всего лишь кусочек. Это наш завтрашний, послезавтрашний хлеб. Я еще эксперименты делаю разные. Да, такие дела. Еще тренируемся, еще не ясно, как их. То есть доставка очень дорого стоит. Как смотрим, я хочу, чтобы доставили в течение хотя бы трех дней. То есть хлеб буду замораживать. Пока только доставляем, то есть отправляем, не доставляем. Доставка, наверное, к этому еще не дает. Доходим, потому что это слишком... Ну, еще на доставку не готовы. Это тоже планируем. Горячий хлеб к вам домой. Такое что-то планируем. Ну, сначала мы начинаем от доставки. Отправки или... Отправка стоит очень дорого по цене хлеба. Anyway, такие дела еще... Это не так уж легко, как представляю. Если бы открыли, скажем, пекарню, и там у нас был магазинчик, где мы продавали бы... К этому я не готова совсем. Я не могу оставить мою работу и пойти работать в пекарне, в магазине. То есть, если даже не я буду работать, я не в состоянии по времени и по желанию. На это мы тоже не можем, невозможно. В общем, такие дела. Просто делюсь. Это вас заговариваю. Посмотрим, как получится. Главное начать. Оттуда уже будет ясно. Дети серьезно намерены. Не терпят. Им хочется что-то делать, начать. Они готовы на эти приключения. Я не готова. Я не хочу... Это моя любовь. То есть, я люблю этим заниматься. Когда это станет работой, я боюсь, что я могу потерять мою любовь. Но могу и не потерять, еще больше влюбиться. Есть такая опасность. Потому что все-таки это нужно хотеть делать. Это просто так делать, потому что доход хороший. Или это такая трудная работа. Даже доход, если очень хороший. Если не любишь, не пойдешь на это. Это я точно знаю. Большая любовь к этому делу у меня есть. И как будто я дорожу этим. Не хочу... Был у меня такой... Был такой случай. Я очень любила печь. Как все нормальные женщины. Пекла, 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 пекла. Пока в один момент это не превратился как будто работой, которую я должна была выполнить, делать. Потому что вынуждена была. И это меня сломало. То есть, моя любовь к выпеканию. Но еще другие причины тоже были. Замечайте, я редко пеку, потому что не люблю. Вряд ли разлюблю это дело. Потому что это терапия для меня очень. Но если это превратится в тяжкий труд, я это, наверное, оставлю детям. Пусть тяжко трудятся. Мы натрудились со своей жизнью. Я со стороны буду помогать, буду советовать. Но все-таки я должна начать. То есть, мы все вместе, но я в главной роли. Пока хочу начать как будто это со стороны. Несколько количества маленькое выпекаем. Пока отсылаем, чтобы мне было и удобно, и желательно это делать. Не спешила, не были заказы. Там не ждут люди, которые заказали, не знаю, сколько и нужно доставить вовремя. Нет, я выпекаю, замораживаю. Потому что, когда замораживаете, она еще долгий путь едет. Два-три дня по Америке. Если за эти дни отмораживается, доходит до покупателя. 5-7-8 минут. 180-190 градусов. Разогреваете, и уже он как будто свежий. Этому я готова к такой работе. Ну, чтобы взять все оставить и пойти внедриться всем временем, всем телом и душой делу в выпеканиях. Либо я к этому не готова. А вы готовы? Дети готовы. Ну, они... Фильм был, когда... Что говорили? Он говорил, я, широкий наркозный алкоголик был. Его в какой-то лагере или не лагерь. Ну, в общем, ни тюрьма, ни лагерь. Куда послали этих людей? И он хотел выбраться оттуда, потому что его постоянно или били, или избивали. Что его предлагали? Вы сейчас, наверное, пишите в комментариях, какой этот фильм. Сейчас мы что, сделаем? Дети я. И они хотят. Они упаковывают, они высылают, они взвешивают. Все аккуратно, все красиво, все... Потом отчитываются. Было столько, столько послали, столько еще приготовили. Тому подобное. Они готовы, помощники наши. Ну да, такие дела. Все рассказала. Это ждем. Немножко пусть отдыхает. Формирую и в холодильник. К слову, говорила два случая. Не два случая, а три случая. Кто-то сейчас только что мне фото прислала, что получила пакет. И видите, открыт. И совершенно маленькое количество у нее осталось. Смотрите. Смотрите. Капельку оставили. И это в Америке. Все случаи в Америке. Значит, американским почтальонам очень... Мы по всему миру. Ох. От Казахстана до... Улан-Удэ. Хочу найти очень. Ну, сегодня два белорусских ордера получили. Везде люди получают. Счастливы ни у кого ничего не... Ну, местные почтальоны. Зачем им написано? Ведь, наверное, не верят, что закваска. Это безобразие. Я хочу пожаловаться. А ну-ка, принесите жалобную книгу. Позвоню в USPS завтра и скажу. Предупредите вашим почтальонам, если на конверте написано Саурдо Стартер, значит, это Саурдо Стартер. Там больше... Ну, это... Они не имеют права такое. Открыли, проверили, что там действительно. Или не знаю, кто это может еще сделать, если не в почте. В общем, немножко расстроилась. Такого... Я такого не видела из этой серии. Рисовую муку приношу. Финальную формировку делаю. Отправляю в холодильник. Капельку. Знаете, я не люблю мочить. Не люблю мочить хлеб. То есть муку не добавляю. Это так. Очень липкое тесто. Липкое и такое жидкое тесто. Но работать получается. Легкое-легкое. И воздушное. Это будет такая хорошая работа, на самом деле, если не работа. Даже не устаешь. То есть, если такое дело делаешь, если не тащишь муку 50 паунд, ящики, мешки, это тяжкий труд. Но я не собираюсь это делать. Завтра как раз сын идет за мукой. Доставляет нашу муку. Все ингредиенты у меня стопроцентно органик. Все качественное, все самое хорошее. Все самое чистое и полезное по возможности. Не знаешь, кому верить, кому не верить. В этом мире не хочется никому верить. Как узнали, в каком мире живем. Пропала вера в мир. Но главное не потерять веру в себе. Ишхан, мой зритель. Он думает, это тесто для него купили специально. Чтобы он присаживался и наблюдал, что творится в нашем дубе. Учится. Сейчас сын придет, скажет, я хотел это делать. Я как будто не знаю, что он хотел делать. Мы тоже хотим играть. Еще успеет. Смотрите, какие они уже такие живые. Отправим в холодильник завтра. Завтра, наверное, два испеку. На следующий день еще два испечем. О, кстати, все волновались за чугун, который не залезал в духовку. В гараже поместился. Значит, я не думала, что духовка в гараже больше, чем эта. Но купила еще один. Но камень купила. Потому что чугун такой дорогой был. Почти 200 долларов за один кусок чугуна. 200 еще добавлю. Тысячу куплю. Тысячу двести печку новую. Логичная беда. А, я просто хочу что-то попробовать. Вот и купила. Даже можно не закрывать. Иногда даже и не закрываю. Когда тесто уже хорошо подошло такое, это приподошло, даже немножко оставила, потому что уже мыли, собирали туда-сюда, перестояло. Не закрываю, чтобы немножко засушилось. И тогда уже точно ни к пергаменту, ни к чему не прилипнет. Корочка будет. А если тесто еще такое, может еще подойти, закрываю, чтобы подошло. Это не закрою, потому что, думаю, уходит. Пусть сушится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!